ладно так сколько нас осталось чем пара 20 минут так мне боюсь что я не отвечу одному человеку сейчас еще много вопросов вы будем их проходить вот такой вот интересный вопрос я сейчас должен ответиться потому что мне позвонил человек который уже вшел последний час вот он сейчас звонил да я извинился сказал на вебинаре отвечу а чувствую что я когда рассказывал вот это все получается два раза медленно чем собирался вот сейчас я хочу показать вам допустим наберу слова крупный отвечу на его вопрос круп 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 а фото крупных абрикосов смотрите вот теорию не будем пропускаю а кстати вам это придется читать вот у меня бесценная реки такого не найдете больше потому что это все себе ладно смотрим дальше быстренько смотрим я когда-то с них начинал вот эта фотография до несколько таких людей может они как сказать из злости и зависти но объявить на весь мир что это photoshop это при том что ты не самый крупный а тогда это вот такая диковин интернет появился вот такие красивые фотографии то раньше они возможны были даже мыльницы до этого фотографировал вот смотрите вот это все в саду родилось разное возле двусы но уже старая подряд вы долго листать сейчас объясню короче получать надо на какой-то зациклиться сейчас на какой-нибудь какой-нибудь я уже боюсь про семечковой культуры боюсь хоть вот они уникальные на тоже вот сейчас найду какой-нибудь фотография подходящий остановлюсь ваша рука моя чаша это ворованная я одно время не могу найти свою так я сворованный рука то моя вот ладно давайте сейчас ворованной не будем почему до сих пор мне не обвинили воровцы не сказали это наши это моё рубашка моя почему не знаю вот эта фотография пришло его неудобно говорить в райский питомник уже говорю но имейте совесть опуховили называем но имейте совесть или заплатить мне в конце концов но нету вас таких это же 500 грамм нету вас таких и название переделал это голден и железа нем невозможно сидеть и пиццировать вот что беда-то невозможно писаем роман который тогда работал заводил этого же сам по-моему мичурицкая академии да он не инициировал три груша то есть или уточнил или скалор это не то это это а я бы никто не может не представлять но это хасанский без вопросов сейчас найду фотографию какую-нибудь и объясню человеку которому очень надо объяснить ну вот пожалуйста вот это 100 граммовый абрикос где-то 110 ну вот так примерно так смотрите человек не хочет сказать я плевать не буду а я уже на такие вопросы 10 раз отвечал даже на винар а мне надо ему объяснять ну ну 10-20 а по телефону а 7 уже нет я говорю ответственный винар это не один такой и так что будет если его посеять хочу вот эти вот косточки а борюсь в рассудистке а плевать не буду вот я ему тогда это самое я да и второй человек который плевать собирается но сомневается и правильно сомневается вот здесь допустим растут мазурцы в рядочек так они вы когда-то вырастут они будут даже никак не трудиться мазурится когда-то был кислый мелкий мелкий желтый несъедобный сейчас даже он сам стал культурный влияние соседей то чего не может быть никогда почему-то он стал культурный а его потомки еще культурный а мы с вами угощаемся а вот это уже знаете у меня в голове сидит сколько я вам покажу теперь значит они их уже можно соки компоты варенья и не все а из 10 деревьев одна-две моя статистика будут сладкие а на тот момент директор миасского института вот сам юрьевич варен сказал что моим антонцы у него все сладки нормально уже что то есть теперь берем самые вот эти огромные да вот я его название придумал крупноплодный железо придумал я сергей придумал он же подает правда дорого но они того стоят нет когда он их называет крупноплодный и маялся маялся назвал добрался наглости можете правильно что с него вырасти смотрите фотографии приходили файна два раза мельче вот там академиком прилично даже очень допустим на треть меньше но то изначально то вот такой внести несколько случаях про которые я люблю рассказывать почему идет съемка я сезон я вам потом лично покажу это вашего обязательно это тоже из тех же времен когда только начинал сейчас там здоровая плодносящие абрикосы причем мой стандартный академик так серафим амур это самая лесная красавица а женщина я как узнал подбирал ее тут же пришлось машины развернуть вернуться подбирал ехала сезон я не мальсизой а она все развернули потому что она сказала что мои лесная красавица вот такие вот когда я увидел я страшно а у меня это вот такие у меня с тех пор и много набрато что творится что за мир то такой а какое хрен одичание я вижу на ветке еще не спела висят но минимум 500 грамм а потом у этого то получились у меня то все равно 150 из года в год а перенесли ветки чернобарева какие у него были 300-350 грамм уже вот такие и вот такие нет груша колеса и красавица ладно возвращаемся к абрикосам значит я говорю а у меня на текше висели пробовали съемки там кого-то пригласил там это и вот она говорит а королевский говорит вы такие были вот такие нет вот такие нет такие нет вот такие как а где я был а я все эти годы от молдой дерево изумимо вот что вы думаете это самое на рынке женщина ну пусть привитая саренс мой вырос у нее и стал давать плоды она торгует этими же абрикосами только с другого дерева а потом а вы помните ваша этот самый я не помню а тося мою да я вас купила а какие были плоды на это такие я брю ну стань и снимать я говорю мать такие и такие начинаю съезжать крышу окончательно потом и национально расскажите про этот случай с королевским хуторе чертю что изменился до королевский что да у меня показала какой был но вот но точно такой так вот после всех этих грибацких рассказов у меня в одном этом есть я показывал ребрик помнит там я нашел эту картину цуриков или репина ли там значит три охотника на привале один сидит с такой хмылкой брать это здоров второй вот так вот рассказывает а третье вот так слушай ребята поверьте это не мое случай так вот получается человек говорит а какой смысл выращивать культурные а потом как уже более насчитанно чем этот последний товарищ чем когда можно переносишь туда на манчжурцы а он два раза мельче будет но я-то отвечаю ребята вы понимаете вам же что покупать саженцы это дорого а здесь-то шанс дается и второй шанс заключается в том что почему вот эти вот получается мне удавалось из сердца вернуть качество культурных и укрупнятся именно на прививках да непредсказуемо да и железо утверждает что как две школы да одна принимает в их дивернизацию другая вот так женщина как не укрупнились у нее листья это факт это да вот другая отрицает а у тех кто принимает они не знают что вот это дама мою пользу работы да они говорят ну вот один случай 18-19 век вот последний все больше не на этом все все доказательства качать ну доказательств полно вот они вот даже вот то что я показываю да но я тогда говорю другое почему я не пришла непредсказуемо я говорю ребят и затем на гибридизация непредсказуемо раз и второе всегда существует одно дерево уже следующее поколение хоть ты ветку возьми хоть и косточку возьми это будет следующим разуме или клон или сортообразец все так время осталось вот это вот важнейший момент и что делать человеку подвоек сверхмородостойки сами по себе а еще как говорю рядом посадили вот эти вот как она по и ну купила академика на боюсь вот самая роскошь да если они я прав они пропитались мажорцами это уже вегетативный гибрид это гибрид это не это уже не то дерево что у меня по моим саду это другое дерево раз теперь если она пропиталась всем этим у него морозостойкость то выше ведь это с королевский там уже вот посади это вот как получилось мое дерево живо там московской области а из местного питомника тут значит свеженький брал не с посылки да все я могу просто несколько лет в прикопе просидеть могли продать полудохлое также но взять этот сейчас привезти саженец королевской франции посадить здесь что будет сказать скорее всего замерзет без это он может пережил вот эту одну зиму за 36 лет что я наблюдаю у нас до 30 доходило дальше нет никогда теплых не было вот он мог все уже вот и мичурина цитирую все равно это захочем мичурина цитата если южное дерево в севере не замерзло то значит она изначально было морозостойко вот так вот тут они одно дерево и не один сорт вот они это же не шутки вот это все уж какие тут шутки и вот я надеюсь что человек вот эти косточки посадит так посадит 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 вырастает однолетний саженец снизу остается вот столько тут три четыре пять почек шесть это для того чтобы она продолжала развиваться вот так вот а все весь этот метр допустим метро там переходит на манджурцы видео таких червиков три варианта а там куда перешли они могут не прижиться это у меня это бывало десять привезешь смотришь один мертвый начинаешь искать причину он ничем не отличается ошибки нет халтура нет все одинаково а он стоит мертвый а эти вот такие вот залиты вот он биологическая индивидуальная несовместимость тогда получается которые не прижились оставляйте пусть расчет даже сам он уже инфицирован я проверял увеличится два раза как у нашей дамы 32 раза увеличится по сравнению с этим это не шутки вот инфицирован раз тот который остался огрызок почему я говорю только огрызок а не верхнюю половину качество качество только нижняя часть качественная значит получается вот это вот разольется наоборот он инфицирован манджурцами значит будем надеяться на замерзнуть а те которые уже прижились тут уж точно если вместо 100 граммов королевских или допустим этих академиков или вот как этот крупноплодный железово вот или вот филиппио да поздний вот получится в два раза меньше или полтора это сенсация это надежность капитальнейше вот вот это я хотел сказать вот вот такая мне сегодня речь